Депутаты Джоургу Кенеша Переименование должно отвечать как местные власти, так и сами горожане, не спрашивая разрешения у других, даже самых дружественных нам стран, заявил парламентарий и призвал коллег заняться своими проблемами на местах. Ранее с ответом к депутатам Госдумы обратилась Камила Талиева, отметив, что вопрос переименования – это внутреннее дело суверенного государства и никак не связано с отношениями между Кыргызстанами и Россией. Напомним, во время Крултая Турагачокор Кенеша Нурланбек Шакиев предложил переименовать населенные пункты Кыргызстана, названия которых заимствованы из других языков. Двум членам Госдумы России Светлане Журовой и Дмитрию Новикову предложение спикера не понравилось. Депутата никто не задерживал и, скорее всего, он в Казахстане. Об этом сообщает ГКНБ. Также в Госкомитете подчеркнули, что его не допрашивали по какому-либо делу. Напомним, в субботу появилось сообщение, что задержали депутатов парламента Эмиля Джамгарчиева и Чингза Айдарбекова. Они следовали в Казахстан, но через КПП Ахджол Автодорожный их не пропустили. Позже к ним приехали сотрудники спецслужб и забрали их в ГКНБ. Джамгарчиев вышел из здания Госкомитета спустя некоторое время. А про Айдарбекова появилась информация, что после визита в Госкомитет он пропал. Сегодня депутаты Джоурку Кенеша сообщили, что их коллега находится в Казахстане. На своей странице в Фейсбук его со-партии из Джанара Акаев сообщил следующее. Чингза Айдарбеков временно не сможет участвовать в работе Джоурку Кенеша по состоянию здоровья. Он написал официальное письмо Турага Джоурку Кенеша и ему как руководителю фракции. Кыргызстан получил возможность увеличить свой экспорт в Великобританию за счет новой схемы торговли развивающихся стран. Об этом сообщил советник по торговой политике МИД Великобритании Фабиан Хартвелл. По его словам, новая схема торговли вступит в силу в следующем году и предусматривает снижение тарифов и упрощение условий торговли для 65 стран мира, включая Кыргызстан. Кыргызстан имеет право на расширенные преференции и будет продолжать пользоваться преимуществами беспошлиного ввоза. Это касается 156 позиций товаров с нулевой пошлиной. У республики есть потенциал в поставках сухофруктов, натуральных тканей, одежды, льна, орехов и меда, рассказал Хартвелл. Для перевозки угля для столичной ТЭЦ задействовано порядка 300 автомашин. Также привлечены 500 грузовиков, принадлежащих госпредприятиям «Кыргызгомер». Уже с месторождения Карагича поставлено 333 тысячи тонн угля. С начала августа компания отгрузила для населения бюджетных организаций и на ТЭЦ Бишкека 621 тысячу тонн угля. Отметим, что по договору до конца топительного сезона «Кыргызгомер» должен поставить на ТЭЦ Бишкека 1 миллион 50 тысяч тонн твердого топлива. Ограничения на проведение торжеств касаются как городского, так и районного и областного масштабов, сообщают в мэрии Баткена, и будут действовать до 31 декабря 2023 года. Отмечается, что муниципалитет пошел на такой шаг в связи с тем, что во время приграничного конфликта в сентябре 2022 погибло 63 человека, более 200 получили ранения. Ограничения распространяются на празднование Нового года, Международного женского дня, НОУРУС, Дня Победы, Дня Независимости, Международного дня защиты детей и профессиональные праздники. А Бишкек тем временем начал подготовку к празднованию Нового года. Установкой главной елки страны занимаются сотрудники муниципального предприятия «Тазалык». В этом году елку устанавливают на месте большого фонтана. Будет она высотой 25 метров, диаметром 12 метров. Все работы по оформлению города продлятся до середины декабря, сообщает мэрия города Бишкек. Раскрыто убийство женщины, чьи останки были обнаружены в Большом Чуйском канале. Подозреваемого задержали в российском городе Хантамансийске. Об этом сообщили в УВД Чуйской области. Напомним, 14 октября в БЧК были обнаружены части тела женщины с признаками насильственной смерти. Милиция нашла ноги на территории Соколукского района, а голову и верхнюю часть тела в Бишкеке. Личность убитой установили не сразу. Ею оказалась 48-летняя жительница села Пригородное Аламидинского района. Правоохранители выяснили, что к преступлению причастен муж покойной. Он после совершения преступления выехал в Россию. Сейчас задержанный находится в ВВС в Хантамансийске. Решается вопрос о его экстрадиции. Сообщается, что он был ранее судим. В Санкт-Петербурге задержан 41-летний гражданин Кыргызстана, который подозревается в убийстве, сообщает РИА Новости, со ссылкой на Следственный комитет России. В местную полицию обратился мужчина. Он сообщил, что исчезла его знакомая. 23 ноября она поехала в свою квартиру, чтобы посмотреть за ходом ремонта, и перестала выходить на связь. Ее тело обнаружили 25 ноября в ее же квартире. Завернутая в полиэтилен между мешками со строительным мусором, с кровоподтеками и следами удушения. Кыргызстанца задержали через два дня. Сообщается, что он делал ремонт в этой квартире. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В деле фигурирует видеозапись, которая зафиксировала визит женщины в последний раз, а также уход подозреваемого из дома после убийства. По сообщению пресс-службы УВД Октябрьского района, заявление в милицию поступило 11 ноября. Заявительница сообщила, что в ночь с 7 на 8 ноября неизвестные взломали замок, проникли в магазин по улице Танестаново и украли продовольственный товар на сумму 150 тысяч сомов и кейс терминала, где хранилось 190 тысяч сомов. В рамках возбужденного уголовного дела подозреваемые были задержаны и водворены ВВС УВД Бишкека. Им по 55 и 29 лет. Установлена также их возможная причастность в совершении шести аналогичных фактов, по которым подозреваемым предъявлено обвинение. По информации УВД Чуйской области, задержанный 1990 года рождения, воровал на кладбищах в селах Байтит, Ташдеве, Чонгар и Маев Каламединского района металлические предметы – оградки, цепи и скамейки с января по ноябрь 2022 года. Данный факт был зарегистрирован в едином реестре преступлений по статье «Кража». Житель села Арашан водворен ВВС. Следствие продолжается. В аварии на пересечении улиц Киевска и Лагвиненко, когда легковой автомобиль врезался в маршрутку номер 129, пострадали четыре пассажира маршрутки. Об этом сообщили в пресс-службе управления патрульной службы милиции. Все они госпитализированы. Автомобили водворены на штрафстоянку. Ведется разбирательство. Напомним, ДТП произошло накануне. От удара маршрутка перевернулась. Возгорание в селе Чаек Джумгальского района началось сегодня примерно в 10 утра, сообщают очевидцы. Пламя охватило сразу несколько объектов – кафе, магазины. На место прибыли два пожарных расчета, 10 пожарных. Причины выясняются. В горах Гичитой в селе Тойш-Пулак потерялся охотник, 1972 года рождения, сообщили в МЧС. По данным ведомства, двое мужчин накануне направились в гору на охоту. Примерно в два часа дня один из них спустился в село и остался в лагере, а другой остался в горах и пропал. Как отметили спасатели, поиск охотника находится на контроле главы МЧС. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...